Большой педсовет собрали в Доме культуры. Ни один школьный актовый зал не вместил бы бывших, нынешних и будущих учителей. Праздничную обстановку создавали школьные творческие коллективы. Открыли бал кадеты 2-й цивильской школы. Сегодня в республике сеет разумное, доброе, вечное свыше 20 тысяч учителей. С каждым днем становится больше заслуженных работников, победителей профессиональных конкурсов, педагогов-новаторов. Они все разные, но любят детей абсолютно одинаково. Вы помогаете детям выбрать жизненный путь, найти свое призвание. Вы учите их путливости, ума, любознательности, самостоятельно мыслить и принимать важные ответственные решения. Нести ответственность за дом, улицу, на которой они живут, за свою республику, или малую родину и за судьбу страны в целом. Именно поэтому от вас, уважаемые учителя, напрямую зависит, каким будет завтрашний день, как будет развиваться экономика, будет ли стабильность. Как обычно, в профессиональный праздник профессиональные награды. Звания заслуженных, почетные грамоты и благодарности получили многие учителя. Но были и эксклюзивные подарки. Михаил Игнатьев вручил часы с государственной символикой, главе Цивильского района, директору 2-й Цивильской школы, и главному учителю республики, министру образования Владимиру Иванову. А депутат Госсовета Вадим Николаев подарил обещанный ноутбук четвертому молодому специалисту, распределившемуся в этом году в Цивильский район. Поздравляя учителей, глава республики отметил, образование было и остается приоритетным направлением. Только в этом году в модернизацию отрасли вложено свыше 2 миллиардов рублей. И на следующий год все меры господдержки будут сохранены. Учителя у нас на сегодняшний день получали субсидии по программе «Социальное развитие села, кто работает в сельской местности». Это 70% от стоимости приобретенного жилья или от построенного индивидуального жилого дома. Эта программа у нас эффективно очень работает. Кроме этого, для всех учителей субсидии будут выделяться 20% от стоимости жилья. Это независимо от того, они работают в городе или на селе. Хотя у нас проблема дефицита кадров, она имеется, но средства заложены, и мы свои обязательства будем выполнять. И кроме этого, все те средства, которые предусмотрены для разных грантов, я вот привел с 2006 года практически, 500 учителей получили по 100 тысяч рублей. Если это умножить, да, не менее 50 миллионов получается, плюс республиканские гранты. Продолжение следует...